Мордовская деревня Мордовия в каменном, бронзовом и железном веках представлена в зале археологии. Здесь удачно сочетаются найденные во время раскопок предметы и рукотворные макеты, стоянки во время эпохи неолита. Это реконструкция жилища полуземляночного типа с очагом и колодцем внутри и визуализация быта городецкой культуры. Топоры древнерусского и скандинавского происхождения, украшения фенаугров. Один из наиболее ценных экспонатов – подвеска. Та самая, что подтвердила факт – тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. Эти подвески, как известно, были своего рода ярлуками, верительными грамотами, которые вручались местным князьям от имени Киевского князя. Этот ярлык, эта грамота давала право на взимание налогов. Развеять мифы о стрельцах можно в зале истории. Здесь реконструкция парадного костюма служивых людей. На самом деле образ стрельца в фильме «Иван Васильевич» меняет профессию, правдив только наполовину. Яркие цветные платья, как в кино, они надевали только по праздникам. В другие дни стрельцы носили сермяжные кафтаны разного цвета. Каждый обозначал принадлежность к определенному полку. В витрине мы видим стрельца такого, каким он явился бы на смотр, когда менялись воеводы. Вооружение стрельца прежде всего состоит из мушкета или самопала. Мушкет имеет фитильный замок или жагры. Воспламенение производилось с помощью фитиля. На стрельце мы видим кожаную перевесть, которая называется «Бонделир» или «Панталя» или «12 апостолов» по числу 12 зарядцев. Исторически самый большой зал в музее. Каждый экспонат здесь характеризует определенную веху в истории нашего города. Замок и ключ от главных городских ворот, что когда-то принадлежали самой высокой Спасской башне Саранского Кремля. Или «Хороговь 1760-х годов» – знамя, совершившее путешествие до Парижа и обратно. С ним в январе 1813 года саранские ополченцы уходили на войну с Наполеоном. Чтобы восстановить «Хороговь» во Всероссийском центре имени Грабаря, несколько лет разрабатывали методику реставрации двусторонней масляной живописи. Данная «Хороговь» долгое время хранилась в нашем музее. И примерно год назад она была отреставрирована. Она находилась в плохом состоянии, что объясняет срок ее давности. Год назад ее отреставрировали в Москве в мастерской Грабаря. И мы теперь имеем возможность ее экспонировать, представлять. Вот она в прекрасной форме и доступна для просмотра для наших посетителей. Уникальное бальное платье ручной работы принадлежала мадам Брезак. Такие в 1870-х носили фрейлины императрицы. А еще удивительные интерьеры. Вот женская гостиная начала 18 века, где есть старинные часы и амперная ваза – периода наполеоновских войн. На таких диванах во время бала секретничали дамы, либо влюбленные могли обменяться поцелуями. В модных каталогах он появляется в 1830-х годах, а в 40-х уже исчезает. Дело в том, что диван «Тет-а-тет» должен был находиться в середине просторной комнаты. А позволить себе такие интерьеры могли далеко не все. В зале природы можно увидеть представителей флоры и фауны Мордовии. Экспозиция оформлена с использованием диорам. Теперь обзорные экскурсии в Краеведческом музее станут еще интереснее. Алена Москалева, Владимир Ильин. Наш Новость.